друзья всем добро пожаловать вы на моей кухне еще точнее эта кухня сэнсмейкерс это кухня философская потому что мы сегодня с моим гостем львом гордоном чего-нибудь сейчас вам такое приготовим тема нашей сегодня кулинарного экспириенса это сила тонких вещей и начало с того что стала представлять льва и говорил о том что лев является сооснователем такого проекта который называется всероссийского проекта живые города созерцателем и сотворцом жизни вот очень много таких приставок со поэтому лев давай начнем с того что я хочу тебя спросить почему со спасибо слышно хорошо супер во первых очень рад тебя видеть нас с тобой каждая встреча как праздник мне кажется это потому что через тебя идет какая-то такая светлая энергия при этом очень зрелые такая мудрая и вот это сочетание красоты и мудрости это мне кажется вообще очень очень ценно спасибо что мы на связи приятно да за именно откуда со я вот там рассказывал 32 лет я жил собственно без со то есть я как бы сам в целом что делал там относительно умным человеком был там какие-то математические олимпиады выигрывал учился работал в разных странах вот а в 32 года вот у меня произошли какие-то внутренние скажем процессы раскрытия более глубокого я познакомился вот с этой глубинной реальностью которая в каждом из нас всегда присутствует но почему-то большинство людей я в том числе никогда раньше при нем ничего не слышал не знал я имею ввиду в собственном опыте и когда происходит вот это внутреннее раскрытие то ты вдруг начинаешь напрямую переживать каждое мгновение вот это видение что ты являешься частью вот все что мы видим тело сознание наше действие это все просто проявление некого большого потока единой жизни который проявляется и через эту форму тоже я в гордон 46 лет вот он что-то делает людям он кажется какой-то отдельной штукой но в реальности и многие люди сейчас все больше и больше уже с этим соприкасаются они начинают видеть что все устроено совсем не так неважно там как это называется разные термины можно применять вот это понимание что ты вовсе не отдельная штука которая делает а ты являешься частью единый такой потрясающий какой-то космическое кино и ты в этом во всем и отсюда появляется собственно понимание на глубинном уровне что ты постоянно находишься в сотворении любого мига вместе с чем-то больше это первое но второе практическая вещь живые города нас вот пять-шесть человек это все дело начинал поэтому никто не был основателем вот все были совместными и вся идея живых городов частности именно пробуждение нас во-первых глубинному нашему потенциалу а во-вторых нашему коллективному потенциалу вообще говорят мы когда мы формируем связи потом формируем коллективный разум и потом переходим к коллективному созидательному действию поэтому русская поговорка один в поле не воин не знаю в других народах наверняка тоже традиция есть это очень видно что на уровне я даже на уровне там на уровне я можно что-то делать одному но если даже входишь на уровень партнерства там тандема или семьи это уже всегда диалог или там полилог нескольких людей если выходишь на уровень бизнеса там или организации никто один не может сделать сам приходится договариваться на вид вот эти точки взаимоусиления сообщество большое там город страна там планета участник знаменитый коронавирус которым все по-разному столкнулись он очень много проявил я вот к тебе сюда перехожу с разговора у павла лукши мы беседовали с брониславом виногородским и он как раз говорил что все там парадигма прошлых семидесяти лет сейчас закончилась она развалилась вот мы сейчас в искусственный интеллект перейдем все вот эта сингулярность вот эта вера в силу того что вовне она сейчас на глазах просто развалилась потому что видно что очень очень слабенько все и там бронислав видит что у нас как раз сейчас пойдет новый такой тектонический сдвиг в сторону исследования внутреннего мира человека в сторону перехода к осознанию вот этих потенциалов которые в нас скрыты и проявление их совершенно в ином качестве наших коммуникаций взаимодействия новая магическая реальность и многие другие там интересные вещи поэтому для меня как бы сотворчество неважно это документ какой-то написать проект какой-то реализовать или жить свою жизнь это постоянно во первых контакт с чем-то большим у нас через внутрь происходит наоборот контакт с нашими другими внешними коллегами товарищами с кем вы вместе можете сделать что-то большее чем один человек может сделать спасибо прекрасно и ты знаешь я сегодня когда готовилась к нашей с тобой беседе я так уже наверное неделю мы с тобой договорились что будем разговаривать хожу и думаю на тему силы вот этих вот тонких вещей я полезла я люблю вообще смотреть и интересуюсь и словами и этимологии слов то что есть лингвистическое образование которое сожалению не так часто использую вот но есть мы такая любовь к тому чтобы понимать слова и те смыслы тот смысл которых есть в каждом слове те может быть смыслы которые стоят за одним каким-то смыслом и решила все таки посмотреть в русском языке если мы берем наш вот индоевропейское происхождение что значит слово сила ты знаешь что значит слово сила семантический семантический анализ не проводил да вот семантический анализ этого слова очень интересный потому что он состоит из двух корней первый корень тоси или сай индоевропейский скорее всего из санскрита и значит он связывать объединять запишу я пришлю если что и вторая часть этого слова это ла это скорее лить то есть получается что как бы лить что-то что связывает объединяет вот и здесь мы да видишь сказать можно сделать связку с твоим префиксом со и с этой идеей которая мне тоже лично очень близка эта идея того что собственно и если говорить ну как бы призвание каждого человека и я хочу чтобы мы об этом сегодня поговорили вечером и я если говорить скорее всего там и проектах людей а я работаю сейчас допустим целый день была на буткампе мы выбирали проекты предпринимателей в которые крупная корпорация будет вкладывать деньги как это тоже делать и очень интересно то что он наверное проект каждого человека я если эту же моя такая концепция это то что найти свое место как ты говоришь вот в этом огромном космическом кино в котором все настолько пронизано связями и и что сегодняшняя тема это собственно как бы как вот эти вот связи в чем сила связей которые являются тонкими что такое тонкие связи я слышу что ты говоришь о том что сейчас мы будем изучать внутренний мир человека я вижу что значит слюни начинают выделяться почему потому что мне кажется что это наверное самое интересное из того что вообще в принципе можно изучать в этом мире и ну естественно как бы окружающий мир тоже интересен и близко мне тема такая что наверное как бы наш внутренний мир он каким-то образом является отражением и внешнего мира можно прямо можно прямо встроить да потому что тут очень интересная штука это не сразу естественно понял вот ну со временем начинаешь понимать простую но очень мощную вещь это то что невозможно создавать внешние связи пока ты не построил связь с самим собой то есть все внешние связи будут иллюзорные слабые кратковременные тактически они будут манипулятивны потому что пока человек не выставил вот это глубинное знание себя и связанность со своими уровнями бытия там про них отдельно можно еще поговорить что это за уровни все наши интеракции во внешнем мире они будут удовлетворять какие-то ограниченные части то есть пока мы не достигли целостности внутри все что мы делаем во внешнем мире не будет целостно это будет притягивание каких-то бизнес контактов человеческих контактов ну вот в отношениях это прекрасно видно там все подростки ну не все но большинство вот я имею ввиду которые начинают вступать в отношения там 16 17 18 лет они в основном ищут целостности они еще внутри ее не нашли они хотят быть увиденными быть признанными быть так сказать любимыми со стороны детстве любви всем не хватило в основном вот это абсолютно так сказать ну в каком смысле вот то что называется что зависимое не совсем здоровые отношения которые часто разваливаются или ведут к несчастливым семьям или отношениям вот и в этом смысле это очень важный момент что выстроить настоящие даже деловые например связи и глубинные может только зрелый человек который познал себя нашел вот эту гармонию с самим собой и самой собой и затем он идет в мир совершенно в другой позиции ему не нужно себя заполнять другим человеком он может дополнять может действительно разные психотипы там вот вот это обретение глубинной внутренней целостности на мой взгляд это первый шаг для того чтобы устраивать любые по-настоящему продуктивные долгосрочные связи альянсы коллаборации ну интересно эту тему очень поднимаешь это тема целостности вот потому что тема целостности мне кажется что она такая непростая ты говоришь что у тебя в 32 года вот такое прозрение случилось да о том что целостность это не когда ты сам в себе вот и по сути если мы исходим там из каких-то гуманистических представлений которые мне близки что человек он собственно рождается целостно что нету чего-то да чтобы у него не хватало почему вот это зрелость или прозрение оно случается не сразу а в какой-то момент что это за момент знаешь я боюсь что у большинства людей оно не случается к сожалению то есть откуда вот возникает ты говоришь что человек рождается целостным но мир целым совершением каждое мгновение времени каждый миг все совершенно как оно есть но мы этого точно не осознаем большинство людей почему потому что в нас внутри есть то что называется раздробленность вот есть незнание себя есть ну там постепенно люди начинают открывать я тоже там жил не знаю 30 лет и не понимал что происходит внутри меня несмотря на довольно развитый интеллект но у меня не было способности быть внимательным к моему внутреннему миру я все время был внутренним вот и когда ознакомишься с внутренним миром вдруг обнаружишь что там нету одного его вот что там есть множество каких-то мыслей форм есть так называемые субличности да то есть разные голоса которые в совокупности создают некий такой внутренний там полеологии диалоги спор ты хочешь одно а другой волос внутри хочет что-то другое и они не могут договориться но это начинаешь видеть когда интроспекция более глубоко начинается и соответственно обретение целостности человек рождается естественно как весь мир совершенным потому что какие мы есть мы уже совершенным но потом вот этот когнитивный так называемый рассудочный ум он формирует раздробленную реальность вот у нас формируются собственные представления о мире собственные фильтры через опыты которые мы проходим через представление внешних людей которые на нас навязываются в смысле принимаем как дети автоматически и все после этого мы живем уже не из целостности глубины а вот из этих фрагментированных представлений установок и прочее и обретение целостности во взрослом зрелом каком-то возрасте неважно у кого-то 30 у кого-то 50 у кого-то 70 у кого-то 20 лет вот это по сути дела возвращение тот самый рай не побоюсь этого слова как говорят аврамической какой-то традиции то есть что такое вот этот выпадение из рая это когда человек потерял целостность это происходит на уровне индивидуальной жизни на уровне там общества в целом если сейчас посмотреть на общество насколько оно фрагментировано и насколько сложно найти общий язык это невероятно внутри любой практически крупной страны ну сейчас вот там в разных местах это видно вот и обретение этой целостности оно конечно же не может случиться в обществе пока оно не случилось внутри нас в этом смысле каждый из нас это моя такая некая гипотеза которая следует уже там лет пять шесть семь что каждый из нас может и должен при достижении определенной зрелости брать ответственность за судьбы мира но не в смысле что я пойду и сейчас накормлю всех бездомных как многие предприниматели они хотят конкретного действия вот там с Гором часто говорим с другими коллегами они говорят а что конкретно вот сколько бездомных ты спас вот всех бездомных я не спасу у каждого своя судьба это тоже важно очень понимать что там с одной стороны важно вот это страдание и помощь с другой стороны это не значит что нужно прямо счастливить весь мир вот но создать условия в которой ты способен создавать гармоничные продуктивные связи которые перерастают потом эту общую коллаборацию и сотрудничество партнерство вот тут точно как бы ответственность каждого из нас в этом пройти внутренний путь чтобы потом нести вот эту энергию связанности гармонии силы созидательные во внешнем мире спасибо но я слышу значит хочу заземлить этот красивый образ который ты описал на нашу кухонную историю то есть целостность человека то что ты рождаешься как такой кухонный набор уже все есть а вот что-то из этого приготовишь тут необходимо определенный вектор на направленности направления куда ты хочешь прилагать эту энергию и наверное какой-то такой еще общий проект да который объединяется другими людьми для того чтобы вот этой вот этого уже диссонанса или как ты говоришь раздробленности между векторами приложения усилий не не было когда люди вместе пытаются проект этот сделать правильно я тебя услышала да и используя метафору кухни я добавлю немножко как бы каждый человек он очень многомерен там есть измерения интеллекты да мы все с ним 알 Laboratory есть измерение тела тоже все знакомо есть измерение энергии такой более тонкой субстанции которым мы начинаем чувствовать себя но я до 30 лет даже слово не тянем что значит энергии я энергия в холодах а я как бы не и вот когда ознакомишься с этой тонкой энергетикой начинаешь чувствовать каждое мгновение во всех например меридианах каналах и пол�'ibly это еще одно измерение открывается в меня как личности человека потом есть измерения ну вот то, что я называю идентичность, да, кто я, в чем мое отличие от другого парня или другого человека, вот, и это тоже для большинства людей это путь, то есть мы формируем свою идентичность и становимся уникальными, ну, в каком-то смысле, со временем, но есть еще измерение души, душа это наше предназначение, наша миссия, наша способность выходить на сердечный контакт с другими людьми, в том числе, вот, это огромное поле, которое все можно бесконечно открывать, а есть еще измерение духа, то есть это связь с бесконечностью, трансперсональной реальностью и то же самое, ну, как только вот эти даже шесть, это Song Park, мастер создал вот такую модель, как только ты знакомишься с этими измерениями и начинаешь их исследовать, оказывается, что внутри тебя, неважно, ты предприниматель, я в какой-то момент управлял небольшим коллективом, но, в общем, 150 человек зарплату получали, то есть некоторый масштаб, и вот как предприниматель, да, как руководитель, когда в тебе открыты эти шесть измерений, дух, душа, интеллект, там, энергия, идентичность тела, и ты с ними работаешь осознанно, да, вот такое интегральное развитие происходит, а еще ты работаешь с травмами, вот, то, что называется cleaning up, да, очищение внутреннего мира, вот, а еще работаешь там с другими элементами, то к тебе приходит невероятная сила, о чем я и говорю, вот почему мы здорово очень с тобой нашли это название, сила тонких вещей, дух, где он, это дух, а вот это дух, где этот, вот, может быть, это дух, нет, его не видно, да, и большинство людей, мне кажется, его еще не распознали даже в себе, там, процентов 10-20, максимум, но это, но это источник бесконечной силы, там, все вот рассказы о войнах, там, террорушке, так сказать, вот этих, святозари, там, и других, которые выходили на битву, там, с кем-то общищем, вот, и вот эта духовная сила, то есть доступ энергии, которая в большем резервуаре есть, и она тебе дается, и приходишь, и там, центральный канал, скажешь, это неимоверные источники, ну, силы, да, для созидательной деятельности, предпринимательской деятельности, подвигов, вот, сейчас у нас 75 лет победы, вот, это, ну, это духовный подвиг, то есть это просто на физической энергии, на интеллектуальной, такого не вытянуть, и вот как это рождается в человеке и в группе людей, вот, исследование этих тонких вещей, своего предназначения, то же самое, и так далее, это, мне кажется, ну, это неисчерпаемые источники улучшения нашей жизни на уровне общества и каждого человека. Спасибо. Ну, я напомню, что еще Георг Гегель говорил, что познание Духа есть самое конкретное, и потому самое высокое и трудное, вот, так что он с нами согласен. Скажи, пожалуйста, а то, что вот мы это определяем как такими тонкими вещами, вот, я слышу, что у нас много измерений здесь, я тоже со своей стороны накидала, вот, какие бывают виды силы, потому что у меня, знаешь, давно уже была такая история, я даже нарисовала эти виды силы, у меня есть 6 символов силы, но получилось, сегодня получилось даже больше. Значит, есть, мне кажется, что очень такая интересная сила, это сила мечты. Класс. Вот, и может быть, я добавила бы сюда силу надежды, мне кажется, что это очень похожая какая-то движущая сила, субстанция, не знаю, значит, надо нам разобраться с нашими словами, которая, кстати говоря, по моим наблюдениям доступна далеко не каждому человеку. Вот, это такая интересная вещь, кстати говоря, в предпринимательстве, если говорить о каких-то проектах, очень мощная сила, которую нужно использовать, способность вот к такому визионерству. Вот, например, у моего тандемия Гора, у него уникальная способность абсолютно вот к такому визионерству, и, собственно, люди, которые это знают, чувствуют, понимают, к нему тянутся за этим, поэтому мы сейчас хотим за такую программу начать обучающую, это вот как раз-таки визионерская программа, что будет потом называется the day after. Ты не поверишь, мы буквально вчера и неделю назад там с группой коллег обсуждаем создание визионерской программы. Мне кажется, мир движется в сторону передачи большего влияния людям с визионерской позицией. Да, я тоже в это верю твердо. Вот, так что у нас уже есть такая программа, я тебе потом расскажу про нее. Следующая есть сила, мне кажется, это сила правды. Я вот в эту силу правды добавила бы сила слов, мне кажется, что это тоже отсюда. И когда, знаешь, меня заинтересовала тоже история, если посмотреть вот на разные ценности, которые у нас есть, какие ценности высшие, есть только приоритеты расставить. И Аристотель в свое время тоже этим интересовался. Вот он силу правды ставил во главу вообще всего. Он говорил, что есть две высшие силы, это сила правды, которая позволяет очень много решать и сила силы, что ли, вот как-то так. Потому что если у тебя есть правда, но нечем дальше что-то созидать, да, что сила правды, она вот такая очень стерильная, и ничего не получается, то есть нету продолжения банкета. Вот, и слово, мне кажется, что почему вот мы сейчас очень много говорим о словах, и в том числе я задаю вопрос, да, кем этим словом определить, что в том, как мы передаем идеи, это, собственно, является отражением нашего внутреннего мира, насколько тонким является наше понимание, то, что мы видим, и очень четко отделяем одну вещь от другой, да, потому что ты говоришь, вот наш внутренний мир, его нужно изучать, потому что там, на самом деле, вот даже ты сейчас шесть концепций привел, у многих людей мешанина из того, что такое душа, что такое дух, какая в этом есть разница, то есть мы как-то это отложили от наших задач, таких бытовых, и есть у нас еще одна сила, вот которая сейчас, наверное, была доминирующей очень долго, это такая сила execution, то есть сила реализации, вот, я не знаю, можно ли ее с силой воли каким-то образом совместить, то есть они такие очень похожие для меня, да, и мне кажется, что очень долгое время наше общество и в экономике, и вообще в концептуальном плане, оно было доминировано вот этой силой воли, силой execution, и мы, стараясь что-то делать, 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 мы перестали заботиться о зачем, а почему, а каким образом это связано с нашим внутренним миром, то есть служение вот этому внешнему миру, оно, наверное, нас каким-то образом отвлекло, и мы сами отвлеклись на это. Дальше, вот смотри, еще какая есть интересная сила любви, да, то есть что такое любовь, любовь, наверное, есть, я об этом говорила в предыдущем эфире, у меня был очень интересный гость, Доминик Сиама, мы с ним говорили про дизайн, про дизайн, собственно, это как способность людей вот создавать, что ли, опять же, понимать, как свое место нарисовать и вписать его в общую картинку, видишь, очень тоже близко, и там мы говорили о том, что любовь, я цитировала Эдгара Морена, французского философа, что это смесь мудрости и безумия, и вот, наверное, любовь — это как раз то, что нам позволяет быть креативными, выходить за рамки себя, внутри себя, в своем внутреннем мире, то есть раздвигать вот это внутреннее пространство, когда его объем увеличивается, то есть мы не только, что ли, смешиваем вот эти ингредиенты, которые у нас есть в нашем суповом наборе, но мы еще из этого создаем нечто большее, что превосходит изначально, что сумма всего превышает сумму арифметического сложения. Дальше, вот если еще пойти по этому пути, есть у нас сила смеха, например, сила юмора, то есть вот эта сила каких-то наших таких детских радостных, непосредственных вещей, когда мы видим вещи очень просто, и размещая их в этой большой картинке, нам кажется, что, да, одновременно, знаешь, глубоко и как-то очень смешно, что вот эти отражения многочисленные, не знаю почему, может быть, кстати, говорят, ты мне можешь помочь с определением, в чем, собственно, заключается вот в этом нашем целостном, нашем внутреннем космосе, который резонирует с внешним космосом. Зачем нам нужна сила смеха? Как она нам помогает? Это интересно, вот та модель, про которую, ну, вспомянул, вот эти шесть точек, там Сонг Парк называет их матрицей жизненных путей, там все соединения между точками, а каждая точка расписывается на шесть других, и там все соединения между ними, они все рождают, то есть как течет энергия между этими уровнями бытия, там одно соединение как раз надежды, другое мечта, третья воля. Вот все, что ты практически сказала, оно является некими процессами перехода энергии из состояния в состояние. Вот, и в этом смысле я просто вспомнил, что вот как раз чувство юмора там тоже есть, я сейчас не помню это между чем и чем, между душой и там душа в соединении с интеллектом, там вот на этом перекрестке рождается как раз чувство юмора, как такую способность видеть парадоксальность. Кстати, если можно, я о негдоте расскажу, даже парочку. Вот, а увидеть парадоксальность, видеть парадоксальность ситуации, маленький мальчик приходит домой из садика пятилетний, ну не совсем политкорректный, но сейчас мы исследуем просто сам, вот, и говорит, а, мама спрашивает, Васенька, как прошел твой день? Мама, мама, очень хорошо, у нас новый мальчик, и мы с ним весь день играли, нам очень нравится вместе. Да, как здорово, и как же его зовут? Его зовут Фима, я его люблю, я хочу на нем жениться. Васенька, это невозможно, он же еврей. Вот это вот, понимаешь, да, вот это вот такая игра контекстов, да, когда разные контексты сходятся, там другое, так сказать, и не будет, а тоже из еврейской темы. Еврейская мама купила своему сыну на день рождения два галстука, и он, чтобы ее порадовать, на следующий день надел один из галстук, приходит к ней домой. Она открывает дверь, смотрит на него внимательно, говорит, так, значит, второй галстук тебе не понравился. Вот эти всякие вот культурные такие аспекты, там еще один тоже про четвертый год, ой, четвертый день висели над городом эстонские парашютисты. И, короче, вот эта парадоксальность, которую мы чувствуем там в каких-то историях, она рождает внутри прям действительно поток энергии между какими-то нашими центром бытия. Вот я думаю, что раз там Егор и другие наши коллеги, они мастера привносить чувства юмора в самые, может быть, иногда сложные ситуации, давая силу, да, в ситуациях, может быть, порой безвыходных или где эти ответы не видны. Ну, ты знаешь, может быть, у меня вот когда ты рассказывал анекдоты, возникла такая мысль, что сила юмора, она пишет очень смешно, спасибо, что она, знаешь, что позволяет делать? Она позволяет просто переключать из вот этих разных состояний, как ты говоришь, из разных энергий, когда вот ты в одной энергии застрял, она нисколько не помогает, какую-то там задачу решить, будь она в нашем бытие или в нашем каком-то другом измерении. И раз, это тот выключатель, на который ты нажал, и что-то случилось, ты переключился и нашел абсолютно другую силу. Вот эти силы, как ты говоришь, они абсолютно доступны, и, наверное, юмор — это такой универсальный переключатель, на котором есть много-много кнопок. И очень интересно, мысль, наверное, это то, что в культурах уже дальше, если мы говорим о культурах, как таком коллективном владении тонкими вещами, что есть культура, которая очень лихо вот владеет этим переключателем. Это культура, которая позволяет, которая, собственно, с помощью вот этого переключателя, они очень серфируют в каких-то очень сложных ситуациях между ними. И это позволяет, ну не знаю, там что-то передавать, выживать и вообще существовать. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь вот эти все силы? Значит, у нас есть их много сил. Каждая сила, она обладает тонким характером, то есть вооруженным взглядом просто так она не видна. И рассуждая тоже вот в этой тонкой природе тонких вещей, мне казалось еще, что, наверное, она тонкость вот в какой-то, знаешь, наверное, гибкости что ли, что это не застывшая материя, да, что она очень такая текущая. В слове сила от второго составляющего лить, что она так перетекает. Вот как ты думаешь, среди вот этих вот тонких-тонких вещей разных, что нужно развивать для того, чтобы их видеть вообще, в принципе? Слушай, я все прям хотел строить, скажу, что я дождался, как ты говорила. Осознанность, то есть осознанность — это то главное качество, я считаю, вообще из всего. Все остальное — это инструментальные аспекты, а осознанность — это фундаментальные качества нашего бытия, которые я тоже не сразу в своей жизни обрел, вот где-то с 30 лет началось более серьезно уже восходить, хотя, понятно, что-то было и до. Осознанность — это наша способность видеть каждое мгновение, что происходит внутри меня и вовне, осознавать и, соответственно, наделять это неким смыслом, ясностью. И осознанность, она как раз связана с вырастлением человека, с обретением более, все более высокой вот этой точки сборки, как говорят, потому что если я нахожусь в осознании только вот, что я вот этот лев, то у меня будет ограничена способность видеть происходящее во мне. Если я начинаю даже входить в позицию, так называемого, по-моему, второго внимания свидетеля, да, я вдруг начинаю видеть, ага, вот есть лев, вот у него там руки-ноги, тело, вот в нем какие-то мысли, вот эмоции рождаются, в том числе энергии ходят, я это наблюдаю с второй позиции. Потом можно переходить в так называемую позицию третьего лица, когда мы начинаем видеть всю ситуацию в целом, вот, и, например, наше взаимодействие с другими людьми из третьей точки. Ну и потом там есть четвертая, пятая позиция, туда уходить не буду. И вот эта способность, я сказала про гибкость, передвигаться в перспективах относительно своего внутреннего мира, отношений с другими людьми всей ситуации в целом и постепенно выходить на так называемое нелокальное осознавание, это когда физически у людей начинает, даже визуально, они начинают видеть ситуацию с разных сторон, поднимаются вот так называемый выход из тела, там слышали, наверное, ко многим такое выражение. Вот у меня тоже вот разные такие опыты были, где-то начиная с 32-3 лет, это было, конечно, потрясающе, то есть я был всегда очень иррациональным человеком, очень таким здравомыслящим, там, интеллектуально как бы острым, ну, там, считал, что религия это все, так сказать, это буквально просто костыли для людей, которые мы все слабые, это я в том числе, и жизнь непростая, и вот чтобы как бы поддерживать себя, естественно, возникли всякие вот такие представления. Вот, ну, когда я сам стал получать вот эти опыты совершенно иного качества взаимодействия с видимой реальностью, очень конкретно, я там по Нью-Йорку ехал, например, на машине, из-за аэропорта я тогда работал в Нью-Йорке, и, и вдруг, ну, тогда были тоже переходные как раз моменты, и я вдруг оказался в точке, ну, там, не знаю, метров 100-200-300, наверное, над моей машиной, я вижу весь Нью-Йорк сверху, вижу свою машину, которая едет, ну, напряженный, там, JFK, по-моему, Highway называется, рядом с Гудонск, с Истривой, с Восточной рекой, вот я как бы всю ситуацию в реальном времени вижу, как будто я с вертолета на все смотрю, я при этом сижу за рулем, но у меня вот такое раздвоенное восприятие реальности, да, очень живое, вот как мы с тобой сейчас беседуем, точно такое же, и, и я понимаю в этот момент, что мне нужно управлять машиной, там, на трех-четырехполосном highway, где все очень быстро едут, и у меня еще вот такой, как бы, опыт проживания всего в целом и себя в частности одновременно, и вот эти знакомства с вот этими позициями второго внимания, свидетеля, над метапозицией, когда ты начинаешь осознавать все вместе, это потрясающий, мне кажется, вход, доступный каждому абсолютно, то есть у нас у всех эта связь, как ты говоришь, с рождения очень точная, вот, но открыть ее в себе, мне кажется, что это может быть главный шаг в жизни любого человека, то есть много шагов, там, ребенок родился, дом построил, дерево, да, посадил, но главное, все-таки, мне кажется, в путешествии, вот в этой жизни, это моменты пробуждения, когда ты вдруг обнаружишь, что весь известный тебе личностный опыт, это просто маленькая часть большей реальности, в которой ты ежемагновенно присутствуешь, и ты из нее можешь черпать силу для предпринимательской деятельности, для творчества, для отношений в семье, для, не знаю, других каких-то вещей, и вот это раскрытие огромного резервуара силы, который дается через трансперсональный, вне личностный опыт, и потом остается, можно нарабатывать, и сегодня утром буквально был удивительный сейчас, конечно, этот мир, извини, что я долго говорю, сейчас закончу. Нет, нет, я слушаю и чувствую прямо с очень довольствием. У меня сегодня прямо перед нашей встречей было две удивительных, вот прямо перед, я был на встрече вот у Паши Лукши и Кати Лукши с Брониславом Виногородским, мы говорили как раз о очень глубоких тоже на вещах, вот, онлайн, онлайн-чипития. А перед этим я был на, называется, ретрит, да, то есть как бы обучение, скажем, практика с мастером традиции, глубиной созерцательной традиции из какого-то тибетского монастыря. Он сидит у себя в монастыре в Катманду, в Непале, туда, потому что переехали после китайской оккупации многие, вот, оттуда из своей вот этой комнатки ведет на английском языке обучение, люди со всего мира присутствуют, ну, и там как раз проводятся очень глубокие вещи, и вот эта способность на всех быть связанной вот в этой такой мультиполярной реальности, если еще чувствуешь соединенность всего со всем, то это просто, ну, действительно, вот это вот космическое, такое, божественное кино, в которое ты являешься одним из актеров, скажем. Спасибо. Ты знаешь, вот у меня такой вопрос, потому что ты сказал, что не всем, скорее всего, дано. Не дано всем, не все, не все успевают этого открыть. Хорошо, почему кто-то успевает, а кто-то нет? Я, во-первых, не знаю, но я могу сказать, что говорят более, так сказать, мудрые и знающие люди, если это актуально. Ну, там многие мастера очень простую, собственно, мысль говорят, что так вот, ну, там, если смотреть на нас как физическое тело, понятно, что у нас одна жизнь. Вот мы умерли, нас похоронили, сожгли и все. Вот, но если смотреть на, чем больше знакомишься с этой глубиной, тем видишь, что там вовсе не только вот этот лев, который вот тут 46 лет учился, там, в 66-30-й школе, там, 85-10-й сделал, ты начинаешь видеть там внутри себя вот эти глубинные уровни сознания, как я их называю, которые абсолютно вневременные. Это, понятно, сложно понять, пока ты это начинаешь ощущать. Вот. И в этом смысле вот эти, так сказать, концепции о множественности жизней, там, я, у меня никакого опыта нету, я не помню никаких там жизней в себе, но я доверяю мастерам разных традиций, которым совершенно нечего, так сказать, придумывать. Вот. И в православии было до там какого-то, второго, третьего собора, то же самое. Потом отменили, чтобы люди не полагались на будущее, а жили в настоящем. Вот. Но я к чему? К тому, что каждая душа приходит с определенным уровнем зрелости вот в это воплощение и с определенными уже наработками. И в этом смысле там более, как говорят, зрелые души, у них просто больше наработок. То есть я там условно, я уже в третьих, в третьем, как называется, в третьей группе я сильный, да, кто-то еще во второй, а кто-то в четвертой, а кто-то уже там в школе, а кто-то уже в институте. Вот. И в этом смысле вот эта градация есть, но это совершенно не важно, там нету более лучшего или более худшего. Это все про путешествия. И как бы главное это в какой-то момент в жизни проснуться, и это путешествие осознанно начать, и жизнь раскрывается, неважно, там есть ли у тебя деньги или нет денег, там болен ты чем-то или не болен. Как только ты соприкасаешься с этим глубинным внутренним измерением, меняется вся картина жизни. Ты можешь быть банкротом, ты можешь быть там миллиардером, можешь жить там в Африке, в России или в Японии. Вот. Быть, не знаю, как сейчас вот говорят. Ну, неважно, в общем. Разные жизненные внешние позиции, а внутри абсолютно одна реальность. Это та реальность, где мы все соединены, мы из нее, собственно, проистекаем и проявляемся. И это сложно объяснить словами, пока ты это не чувствуешь. Но вот есть такая метафора восьмерки. Одна половина восьмерки, это мы как бы смотрим во внешний мир, а потом раз все разворачивается, даже вот эта грань внешняя, она становится внутренней, да? И вдруг ты обнаруживаешь внутри себя мир, который ничуть не меньше, чем все, что мы видим со всеми перелетами между странами, книгами, культурным наследием. Вдруг обнаружишь, что внутри вот это богатство, перспектив и возможность исследовать бесконечное пространство, оно минимум такое же, а вообще, по ощущению, гораздо больше. Вот с чем сравнивать. То есть оно такое же, наверное, как вся Вселенная. И это тоже огромная, с одной стороны, сила, с другой стороны, в этом есть невероятная свобода. Потому что оказывается, что вне, сейчас моя дочь придет, вне зависимости от обстоятельств, ты свободен и можешь быть счастлив и наполнен, и ресурсен любых обстоятельств. Будучи прикованным к постели, за неизлечимой болезнью. Там есть истории людей, которых я так сказать знал, которые умерли. У них там была какая-то третья-четвертая степень рака. Там человек в больнице лежал, ну, мастер один. И все врачи отмечали, он не принимал, во-первых, никаких обезболивающих, у него долго эти метастазы были. И все врачи отмечали, что он был источником, у него была сильная боль, но он уже ощущал это просто как энергию чистую. И он был источником вдохновения и обдобрения, силы для всего персонала, всех других людей в палате и на этаже, потому что он уже открыл вот это духовное так называемое измерение и доступ к неличностному опыту, который доступен каждому из нас всех. Ясно. Знаешь, вот когда ты говорил про вот эту, так сказать, петлю в виде восьмерки бесконечности, у меня тоже была такая идея, хотел с тобой обсудить. Это то, что, собственно, сила тонких вещей, она, знаешь, заключается еще вот, моя восьмерка в чем? Это такая альтернация между вопросами и ответами. И где больше тонкости, а где больше силы? Да, это во вопросах или в ответах. Потому что это одновременно, вот чем я люблю вопросы, потому что вопросы, это, знаешь, вот это открытие. И очень много силы есть в том, что когда ты открываешь для себя все, и вот это все, это бесконечность, в которой очень много легкости. А легкость мне тоже кажется одним из видов тонкости. И в этом поиске в какой-то момент возникает ответ. И ответ это тоже, собственно, сила, потому что когда у тебя есть понимание, ты говоришь осознанность, что такое осознанность, это в какой-то момент мы нашли ответы на различные вопросы. Но, как только ответ возникает, и вот возникает не то, что переливается, а какая-то зафиксированность, что в этот момент, если у тебя не возникает нового вопроса, то вот эта сила, она исчезает. И если ты ищешь, да, но у тебя не возникает ответа в какой-то момент на твои вопросы, и поиск бесконечный, то, наверное, это уже не тонкие вещи, в которых нет силы. То есть они, собственно, уже становятся без субстанции, без смысленными. Не знаю даже, каким словом лучше определить. Да, конечно. Можно я тоже, как бы, ну, к этому, так сказать, и держу, и отнесусь. Есть такой индийский ведический мастер Шишира Вишенкар. Ну, я его всегда в пример привожу. Он родился в обыкновенной там сельской семье. Просто был мальчишка на улице, бегал там в поле. Ну, у него там были опыты какие-то глубинные там с детства разные. И вот он там в 25, не помню, 8-9 годах уже создал, ну, как бы она к нему, то, что называется, сверху пришла там во время длительной медитации. Вот эта система Суданшин Крия, очищение дыханием. Ну, и потом всякие знания пошли там. Традиции и прочее. И вот этот простой паренек без всяких денег, да, без всяких там родителей богатых или там еще чего-то создал крупнейшую в мире НКО, которая занимается помощью людям в 155 странах. Без финансирования со стороны правительства, корпораций крупных, там, миллиардеров каких-то настоящих. Вот, я говорю, а в чем его сила? А сила его исключительно вот в этой внутренней пробужденности. Он, ну, там, кто его видел, он очень простой, он проще там любого из нас, просто там без всякого пафоса. Вот. И говорит-то он просто и невысокий, и нет никакого харизмы, там, вот такой, знаете, ээээй-харизмы. Вот. Но вот в нем есть вот эта тонкая как раз энергетика, которая позволила ему выстроить огромную систему транснациональную, там, я не знаю, я думаю, что у Кока-Колы в 155 странах, и у Боинга, там, и у таких еще компаний бывает, нет филиалов, а здесь есть. И он повлиял там, ну, в смысле, вот курсы всякие, в общем, прошли там 350 миллионов человек. Не так много, но, в общем, две России лишнего. Две России, там, пять Армении и еще что-то, три Эстонии, наверное. Вот. Это к чему? Вот. И он, я просто исключительно к тому, и он как раз вот говорит, что some questions are there not to be answered. Что некоторые вопросы не нуждаются в ответе. Они сами по себе являются движущей силой, и сам вопрос на протяжении многих лет может двигать человека вперед. То есть, например, вопрос «Кто я?» Это движущий вопрос. Для кого-то, наверняка, да. Для кого-то другие вопросы, но я хочу просто еще немножко добавить. Но с другой стороны, это все правда в так называемой относительной реальности, в которой вот мы все живем, в которой мы чувствуем вот так. Стенка, там, стол, кофта какая-то. Вот. В относительной реальности видимые материальные полная правда. Именно так и есть. Но одно важное добавление, когда человек знакомится вот с так называемой абсолютной реальностью, тем, что неизменно. То есть, вот это все меняется, рассыпается, атом бегает там. Но когда человек знакомится вот с этой глубиной внутри себя, там, вот, как говорят, природа бытия, там, основа бытия, там, и так далее, это тот уровень, который не видим, не видим глазу, его нельзя никак измерить, он вообще, он как бы находится одновременно и здесь, и за пределами проявленного мира. Но его можно знать вот этим сознанием напрямую. Привет. Моя дочка. Вот. И, соответственно, когда люди постигают вот это измерение, я думаю, что в мире, там, людей, которые это постигли, там, до пяти процентов примерно, может, три, может, чуть больше, там как раз появляется впервые источник силы, знания, ясности, блаженства и так далее, которые не зависят от обстоятельств. И там ничего не кончается никогда. Просто вот хотел добавить, потому что наверняка там такое путешествие, оно интересное, и кому-то захочется его совершить. Ну, я думаю, что практически каждому хочется попутешествовать, попасть в то место, где есть энергия, бесконечность, ресурсы, блаженство и другие вот эти вот слова, которые мы определяем. Состояние, которое, как ты говорил, это рай. Вот. Но тогда возникает следующий вопрос, что как вот на своем пути этому научиться в нашем достаточно рациональном мире. Очень просто. А главное, первый шаг. После первого шага все остальное сложится. И первый шаг состоит, как ты, Флера, сказала, не в ответах, а в вопросе. То есть, как только в человеке рождается искреннее желание познать себя, вот эту глубину, настоящую, знаешь, от которой никуда не деться. То есть, ты начинаешь ложиться спать, и ты с этим, ты идешь там в магазин за хлебом, и в тебе это есть. Вот там, ты пишешь книгу, в тебе это есть, ты пишешь отчет, в тебе это есть. Вот это безудержное, такое, как бы, неуемное желание познать себя на более глубоком уровне, это первый и главный шаг. Там был такой, так сказать, мастер недавно умер, на Мхайнор Бунипаче, он говорит, ну, есть такое, выражение, есть практики с высокими способностями, с средними и с низкими, более низкими. Вот. И говорит, какая главная вообще характеристика практика с сильными способностями? Это интерес к тому, чтобы развиваться. Это, говорит, номер один. и в этом смысле, как только появляется интерес, вот, Горь там уже смешные штуки пишет. Да, зачитаю для тех, кто нас не видит, а только слышит, потому что мы тут по разным каналам транслируем, тут у нас анекдот возник. Друзья, в чем смысл жизни? Фима, ты действительно хочешь испортить моим ответом этот шикарный вопрос? Твоим, наверное, ответ. Да. А, или, может быть, может быть, ответом Гора. Вот, ну, я к чему? Я к тому, что, так, о чем я говорил? Мы говорили про, про, про вопросы и про ответы, что есть такие вопросы, на которые не нужно нам вообще какой-то, так сказать, ответ находить, потому что сам вопрос, он, собственно, является самодостаточным. Меня Горь все время пугает. То есть, он, он, то меня, наоборот, очень поддерживает просто бытием своим, что пугает. Видимо, я в нем какой-то архетип вижу, с которым я еще не, не полностью познакомился, вот, и я в нем такое критическое начало, иногда замечаю, ты, кстати, вот с ним работаешь, это не видишь? Критическое начало? Ага, которое именно то, что ты делаешь, например, оценивает. Ну, мне кажется, что, ты знаешь, ну, конечно, безусловно, то есть, у нас был большой дебат, извини, я не отвечу на твой вопрос, но я к нему вернусь, у нас был большой внутренний дебат с Сенсмейкерсом в тот момент, когда мы определяли, какие у нас ценности, вот, и у нас четверо основателей компании, и я была тем человеком, который сказал, ребят, нам нужно критическое мышление как ценность. Мне говорят, слушай, ну, как бы критик, это не очень хорошо, меня раскритиковали, короче, за мое критическое мышление, вот, но я не сдалась, потому что мне кажется, что это очень важная способность, вот, и в результате мы обсудили этот вопрос и сошлись, что тот смысл, который мы вкладываем в критическое мышление, абсолютно, как бы, обязательно он должен быть у каждого мыслящего, развивающегося и мудрого человека, а, собственно, это мудрость, это вот тем, то, чем мы занимаемся в Сенсмейкерс, и у Гора, безусловно, мудрости очень много, и у него есть, Гор, мы про тебя говорим, извини, как бы ты можешь... Врожденный или приобретенный? Комментировать, и я думаю, что и врожденный, и приобретенный, вот это вот уникальное сочетание и критического мышления, и способности, вот это критическое мышление, знаешь, как раз переключить и переходить на какие-то другие уровни энергии, и в том числе возвращаться, Оксана, привет, возвращаться в то состояние, когда критическое мышление, понимаешь, это как бы тоже не сама цель, вот сидеть и всех критиковать, потому что это легко, а критическое мышление это одновременно различать, что ли, и мы как бы возвращаясь к идее тонких вещей и созерцания, и зрения, есть такое чудесное слово во французском языке, в английском, которое называется discernment, discernment, это способность различать две... Различающая мудрость. Различающая мудрость, это, казалось бы, одинаковые вещи, вот где есть вот тот какой-то мелкий, та мелкая деталь, тот мелкий штрих, который их делает уникальными. Вот и, наверное, это если вернуться к нашему посылу о тонких вещах, о силе, о мудрости, у меня тут был к тебе вопрос, вообще нужен ли мудрым людям личный бренд и кто-то, кто помогает этот личный бренд создавать, но возвращаясь, наверное, к этому, что такое мудрость, что многие люди, у которых развито критичное мышление, они становятся циниками, потому что им кажется, что все относительно, да, и что вот в этом относительном потоке, ну, что там, что вот пытаться делать. Мне кажется, что, наверное, мудрость, которая есть в том числе у Гора, у многих других людей, которых я оценю, это способность выявлять вот эти мельчайшие детали, которые делают нас при всем том, что у нас есть очень много общих вещей, очень много каких-то паттернов поведения, вот этими уникальными личностями, которые из одинаково выданных суповых наборов умудрились сделать такое интересное, вкусное, красивое блюдо, да, что мы говорим «вах». И вот это вдохновляет, ты использовала это слово, но это передается, это вот та энергия, которая передается другим людям. Вот, наверное, как-то так. Можешь подхватывать. Пока я наслаждаюсь всем, что ты говоришь и о чем ты говоришь. Ну, спасибо. Значит, давай тогда за землю нашу дискуссию. Вот, например, твой проект «Живых городов». Каким образом вы туда встроили силу тонких вещей, мудрость, критическое мышление, вот эти все силы, про которые мы говорили, силу любви, силу надежды? Слушай, ну, все это движение, там, сообщество, оно на этом и основано, потому что в голову мне там не пришло заниматься какими-то всероссийскими проектами, потому что я всю жизнь жил, ну, в общем, достаточно в некой своей сфере. И, ну, мы все знаем, что жизнь вокруг достаточно инертна. Кто встречался с проверками налоговых, кто встречался с проверками пожарных, вот, и с другими интересными вещами, он знает, что проблем, которые нужно решать, много. И в этом плане думать об изменении там тысячи городов, у нас как бы миссия простая, это тысячи живых городов, в России 1104, вот, ну, фактически, вот это идет Владивосток до Калининграда, и соседние страны включаются уже. Вот. Конечно же, ну, здоровому человеку в голову не придет сразу мыслить масштабами вот такими. вот, но при этом, когда человек внутри раскрывает вот эту бесконечность, то оказывается, что весь мир, вне все вот эти тысячи городов, они легко укладываются вот по этой восьмерке и внутри тебя тоже. И в этом смысле живые города стали соединять людей с небанальным, как бы, небанальной картиной мира, в том плане, что мы их называем городские герои, там, созидатели, вот, в том смысле, что эти люди, они уже находятся либо один на один со своим городом, вот, либо уже один на один, так сказать, со страной, а кто-то из планеты. То есть, вот этот масштаб видения, да, ты вот, например, ты сказала, мечта, визионерство, надежда, вот, то есть, масштаб вот этого видения, когда моя мечта охватывает не только меня, моё дело, где многие останавливаются, но и мой город, мою страну, мою планету, вот, это даёт мощнейшую трансформацию. Недавно мы проводили, ну, участвовали, проводили как партнёры такой Science Barcamp, научный баркэмп, это такая антиконференция, где люди собираются, сами решают, о чём будем говорить, потом с точки зрения науки и ненауки всё это обсуждают и решают. Сергей Савчук, так сказать, вот основатель и там Марку Кушкин, другие коллеги, Сергей Гевлевич, мы все в этом дело включились, и там у нас родилась модель 5С, как раз про силу говорили. Угу. Вот откуда рождается сила первая, это самоопределение или самоидентификация. Кто ты? Ты просто человек, две руки, две ноги, там с какой-то историей, это одна самоидентификация, она тебе даёт определённую силу, но её масштаб, он сопоставим с тем, кто ты есть. Либо ты можешь говорить, я часть своего рода. Вот. И вдруг ты чувствуешь гораздо, или даже в начале семьи, да, там ты и твой партнёр, супруга там, или супруг, уже вы сильнее, может, женские энергии, добавление, так сказать. Потом добавляешь род. То есть ты чувствуешь себя уже больше, чем просто один человек, и вдруг ты начинаешь понимать, что такое сила рода. Я раньше тоже не понимал, а потом больше я стал обращать внимание, это просто физическая такая энергия, которая притекает почему-то сзади, и ты с ней можешь идти вперёд и действовать. У тебя вот эта поддержка мощнейшая. Ну и так далее. Вот. И вот это расширение самоидентификации, когда ты переходишь из маленького такого человечка, среди семи миллиардов на огромной планете, когда ты вдруг становишься, ну как бы в Библии и в других книгах написано, что человек создан по образу и подобию как творец. Но творец же мы в каком смысле творцы? Не то, что мы взяли лопату и выкопали какую-то яму, и вот мы сотворили яму и рядом горку. Нет. Мы творцы с помощью всех наших видов вот этих ресурсов, нашего духа, души, интеллекта и прочая энергия. И мы, соответственно, способны создавать миры, в очень практическом смысле, вдохновлять других людей, они вдруг начинают входить в какую-то общую образь, да? Вместе создавать вот эти связи, ты сказал, что сила — это лить связь, связанность. Создавая связи, мы вдруг создаем коллективное я или мы с общим таким коллективным разумом и с коллективным действием, которое может сделать гораздо больше. И вот, соответственно, живые города, они основаны на идее, во-первых, интегрального развития человека, что каждый из нас может внутри достать вот эту творческую энергию, данную нам от природы, и начать ее проявлять, создать. Второе, мы способны создавать вот эти связи через коммуникации, координацию, кооперацию, и уже вместе делать гораздо больше, чем по отдельности. Вот. И, по сути дела, мы сейчас находимся в процессе формирования такого всероссийского сообщества, ну, с международными там тоже связями, но все равно фокус вот эта территория наша родная. Вот. Вот на этой карте соцчейн, который как раз вот и Горс команды, и там Скорково, и другие коллеги делали свой год назад, там оказалось из полутора тысяч вот этих лидеров социальных изменений самая большая группа оказалась из живых городов. Там это символически, там это только самое начало пути, я говорю, мы в ясельной группе пока. Вот. Но почему это произошло? Потому что мы, как бы, такое мультидисциплинарное, интегральное сообщество. Мы видим там город, например, как живой организм, где есть инфраструктура, ресурсы, технологии, систему управления, люди, сообщество коммуникации с мыслью и культура. И лидеры, которые меняют любую из этих сфер, соединяясь вот в это общее сообщество на принципах целостности, они формируют, ну, по сути, новую цивилизацию. То есть мы проращиваем внутри вот известного нам мира новую цивилизацию, основанной на сердечной энергии, на ясности, на мудрости, на коллективном действии. Вот. И вот эти принципы глубинные, они как раз и дают мощнейшую силу живым городам без каких-то финансов. Там у нас финансирование это пять замечательных или шесть попечителей, которые скидываются в месяц по 50 тысяч. Да, у нас там микробюджет, четыре, условно, половины человека команды, а действия все более и более масштабные, потому что люди с помощью вот этой творческой энергии своей вовлекаются в общее действие, вот тот образ, который для них важен, ну, и то же самое происходит в компаниях, там, ну, где настоящее распределенное лидерство внедряется. Вот. Ага. У нас закончился Инстаграм, поэтому я переключаюсь. Да? Прервался. Я думаю, что мы здесь. Сейчас я сюда переключусь. Алло, алло. Да, ты слышишь меня? Ага. Да, там я вижу, что Инстаграм прервался. Прервался, да, потому что там выделено ограниченное время, которое мы исчерпали. Можно заднего запустить? Или как мы это будем? И давай я тебе задам, у нас тут вопросы есть. Да, хорошо. А туда не будем входить заново? Мы туда не можем уже войти. А, понял. К сожалению, да, там у нас был только час. И давайте я зачитаю вопрос. Давай. Приключаешься. Пишет нам, Елена, слушаю и понимаю, что начала действовать именно из внутреннего посыла и построила несколько проектов, которые развиваются и без меня, и помогают людям. И возник вопрос, как понять, что ты точно понял свою миссию? Или, возможно, как ты двигаешь к чему-то другому? Потрясающе. Ну, во-первых, я не знаю. То есть у меня нету финальных ответов, наверное, ни на какие вопросы. Я вот, как Виктория сказала, я скорее постоянно задаю новые вопросы, еще на них ответы. Но, может быть, наблюдение интуитивное, которое я поделюсь в двух словах, когда человек, ну, это и мой опыт, и других людей, с которыми я постоянно общаюсь, интересных, когда ты обретаешь свою миссию, тебе становится легко. То есть тебе никому ничего не нужно доказывать и не нужно достигать каких-то KPI. То есть ты перестаешь действовать ради признания или ради выживания. Вот Олег Лега, кто всего из нас знает, мыслитель, предприниматель из Петербурга и сейчас в Мастердаме очень интересный. Zero Waste такое, ноль отходов создал ресторан. И, соответственно, Олег Лега как раз говорит, что человек живет первую часть жизни все время ища признания, он может менять мир к лучшему, он может там создавать любые потрясающие вещи, но это все из недостатка происходит. Нам не хватает любви с детства большинству из нас, потому что родители почти у всех не умели до конца, редко умели, но в основном как бы... И, соответственно, когда человек напитывается этим признанием или вот пробуждается к тому уровню в себе, где уже признание не нужно, он начинает творить. И вот это творчество свободное, это и есть проявление своего предназначения, там, миссии. Поэтому вот я вот два, наверное, момента хочу. Первое – это ощущение свободы, что ты не действуешь не из обязанности какой-то перед папой с мамой, перед обществом, перед детьми, а ты действуешь, потому что через тебя это легко льется. Это может быть, ты можешь быть дворником по призванию, ты можешь быть там сантехником, может быть там врачом, не знаю, там театральным каким-то актером или как-то принимателем. В общем, первое – это свобода, второе – это, наверное, глубинная радость не от результата, хотя от результата тоже, но от того, что ты находишься на своем пути. Вот. И там у меня супруга, например, она занимается всякими такими хендмейд, креативными вещами. Я смотрю на нее, когда она это делает, я понимаю, что она, ну, как бы просто находится в процессе творения своей жизни, проявления этого глубинного потенциала. Это очень-очень красиво всегда. Так что свобода, какая-то гармония и вот красота. Да, спасибо тебе огромное, Лев. Вот. Я думаю, что это наша беседа могла бы еще продолжаться и продолжаться. Я тебе предлагаю еще встретиться как-нибудь в эфире и продолжить тему. Я уверена, что мы с тобой найдем. Вот. А пришло время нам попрощаться с нашими, с теми, с теми, кто с нами сегодня был. У нас тут есть еще пара таких интересных вопросов, но я предлагаю, мы их сохраним на следующий эфир. Вот поэтому... Можно? Да. Одну мысль. Я вот как бы очень жду. Я к Виктории записался на курс. У нас будет такая экспедиция «Время Созидателей». Там все лето почти 50 дней. 20 июня начнется и Виктория согласилась там рассказать про PCM. Многие из нас знают. Я вот недавно через город уже открыл. Потрясающая система эффективных коммуникаций, точных понимания себя других людей, процесса взаимодействия. Поэтому нам повезло, что ты там это расскажешь. Конечно, и на дне коммуникации, а потом, я понимаю, в июле в живом университете мы уже проведем курс. Так что я уже записываюсь. Спасибо. С удовольствием. Скажи, куда, так сказать, посылать заявку и жду наших встреч уже вот в таком контексте, где я буду учиться у мастера. Спасибо. Спасибо. Я буду учиться у тебя. Я предлагаю учиться взаимно. И, наверное, это тоже одна из характеристик нашей эпохи, что, собственно, мы можем каждому-каждому учиться. Спасибо тебе очень большое, что ты так легко и так интересно и увлеченно рассказал сегодня о очень таких тонких и сложных вещах, глубоких. Поэтому я тебе желаю прекрасного дня, потому что у тебя он только начинается. Правильно? Да. В Ванкувере. Вот. И спасибо еще раз. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. и до новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»